Та-тя-хао! Привет всем любителям автопрома из Китая! Традиционно каждый вторник на нашем канале мы готовим для вас новостной дайджест обо всем, что произошло за прошлую неделю в мире электромобилей в ГНР. Этот вторник не стал исключением, так что дзоупа! Поехали! Концерн BYD отправил третью партию электромобилей в Норвегию. В этот раз китайцы загрузили на судно тысячный электрокроссовер Tang EV в порту Гуанчжоу. Это третья партия, и в ней 450 авто. Первой было 100, а во второй также 450 машин. И это не последняя поставка в этом году, так как производитель планирует достичь цифры 1500 электрокаров, которые причалят к порту этой скандинавской страны. Отметим также тот факт, что в Норвегии концерн дает гарантию на батарею электрокроссовера Tang EV. В BYD уверяют, что если гарантийный случай наступит в течение 8 лет или 160 тысяч километров пробега, владелец авто получит новый аккумулятор. Концерн Jilly планирует до 2025-го установить в Китае 5000 станций по замене аккумуляторов. Это направление разрабатывает дочерняя компания Jilly Technology Group, которая занимается развитием технологий по замене батарей с 2017-го. Параллельно с этим она участвовала и в разработке архитектуры для авто со сменным аккумулятором. Первая станция с названием E-Energy начала работать в Чуньцзине в конце прошлого года. На данный момент подобные пункты работают в десятках городов. Текущая услуга E-Energy в основном используется службами такси и автопарками. Jilly утверждает, что со временем рядовой китаец в каждом городе страны сможет заменить батарею на их станциях за 59 секунд. При этом ему не нужно будет выходить из авто. Компания Farnovo Automotive представила в Пекине прототип электрического гиперкара Ocelo. В планах уже значится начало производства в июне следующего года на новом заводе в Чаньде. Тираж 200 авто в год. Отметим, что эта компания из Чаньцзяня основана лишь в 2019-м. Это дочерняя структура Farnovo Group Holdings, акции которой котируются на гонконгской бирже. Уверены, что об этой компании мы еще услышим, так как она в ближайшем будущем планирует выпускать от электрических автобусов до минивэнов и седанов. По тех характеристикам электропрототипа уже есть конкретика. Два электромотора общей мощностью 1350 кВт или 1835 лошадиных сил обеспечат разгон до сотни за 1,8 секунды, а до 300 км в час за 8,5 секунд. Максималка 420 км в час. Литиево-ионная батарея емкостью 75 кВт-часов обеспечит запас хода 600 км по циклу NEDC. Тут позволим себе отметить, что это совершенно нереальный показатель, даже если считать по указанному циклу. Кузов сделан из углеволокна и прочих композитов. Масса 1350 кг. Антикрылов встроено в хвост и автоматически выдвигается электроприводом. Приборная панель – это проекционный дисплей, а именно полупрозрачная панель, на которую отображаются данные. Есть также тачскрин. Как видите, он не впечатляет размерами. А может быть, в гиперкарах как раз такой и должен быть. Ремни безопасности закреплены под креслами рекара снизу. А теперь самое интересное. Ориентировочная цена на отелло также названа. Это 1 миллион 860 тысяч юаней или 288 тысяч долларов. Концерн SAAC готовит к дебюту новый электроконцепт с рабочим названием «Кун». Официальных изображений этого авто еще нет, но мы постарались для вас достать фото прямо с закрытой презентации. Поэтому не судите строго за качество фото. Как видите, главной особенностью экстерьера можно назвать относительно короткие капоты багажник. Также можно разглядеть иероглиф с названием авто. Возможно, это лого нового бренда в автомобильном мире Китая. Кстати, «Кун» – это название рыбы, которое часто встречается в китайском фольклоре. Эдакая китайская чудо-юдо-рыба Кит. Есть также данные, что впервые официальный электромобиль от SAAC нам покажут в рамках международной выставки в Дубае. Так что смотрите подробности в нашем очередном новостном дайджесте в следующий вторник. Ассоциация Euro NCAP обнародовала результаты краш-тестов электрического китайского кроссовера Ling&Co 01. Общий итог – 5 звезд из 5 возможных. И все потому, что безопасность взрослых в машине оценена на 96%, а детей на 87%. Такие данные получены и высчитаны в результате фронтальных столкновений на скорости 50 км в час с частичным и полным перекрытием. За них электрокроссовер получил 15 баллов из 16 возможных. Боковые столкновения с неподвижным препятствием или с въезжающим в тестируемый образец с автомобилем оценены на максимальное 16 баллов. Можно сказать, что столкновение с пешеходом оказалось самым слабым местом электромобиля. Системы предупреждения срабатывали в 71% случаев. Но это не помешало электрокроссоверу из Китая получить максимальное количество звезд от Euro NCAP. Напомним, что пару выпусков ранее мы рассказывали о том, как флагманскую модель и S8 от NIO били в подобных тестах. Со столкновениями у авто также все отлично. Но еще у этого китайского кроссовера отлично работает автоматическое торможение перед пешеходами во всех видах тестов с самыми разными сценариями всевозможного наезда. Велосипедистов кроссовер от NIO видит хуже, но все равно в итоге на пятерку. Мы чуть не забыли о концепте от бренда Smart, который мы встретили на автосалоне в Мюнхене. Как вы помните, Geely Group и Daimler в 2019-м создали совместное предприятие Smart Automobile Co. У немцев и китайцев равные доли, но фактически бренд находится в управлении Geely. Поэтому представленный на выставке EAA первый кроссовер от марки Smart с названием Concept One – это результат работы китайского концерна Geely. Концепт получился самой крупной моделью бренда за всю историю. Авто имеет 4 метра 30 сантиметров в длину, около 2 метров в ширину и 1 метр 70 сантиметров в высоту. Колесная база 2 метра 75 сантиметров. Электромобиль создан на платформе SEA. Она общая для всех электроавто ближайшего будущего от Geely. Из-за будущего этого концепта в Китае также ручаются, так как уже завершается строительство нового завода в городе Сиань. Там, согласно планам концерна, и встанет на конвейер будущая серийная модель с лого Смарта. Хотим обратить ваше внимание на то, что у нас на канале в прошлый четверг вышел очередной оригинальный обзор электрокроссовера из Китая. Это уже 51-й сюжет в рамках нашей самой большой коллекции видео о китайских электромобилях в русскоязычном ютубе. Его героем стала электромодель E-Rock от концерна Chang'an. Электрокар сделали на базе бензинового кроссовера Chang'an CS55 Plus. То есть, этот электромобиль не был создан с нуля. Но топливный кроссовер по кузову и подвеске себя зарекомендовал очень хорошо. Поэтому неудивительно, что на его базе и создали этот электромобиль. Мотор у него установлен на передней оси, что очень характерно для подавляющего большинства современных электромоделей из Китая. Его мощность 160 кВт или 218 лошадиных сил. Те, кто уже пробовал ездить на электромобиле с подобным мотором, знают, что для такого авто это более чем достаточно. По электродвижку стоит еще добавить, что он синхронного типа, а его максимальный крутящий момент 300 ньютон метров. Максимальная скорость 160 км в час. С батареей у Chang'an e-rock также все хорошо. Ее элементы производит концерн BYD. А это значит одно – надежность и долговечность аккумулятора. Для этой модели можно выбрать одну из двух батарей. Первая емкостью 52,7 кВт-часа. По данным производителя, обеспечит пробег 400 км, согласно циклу NEDC. Второй вариант аккумулятора имеет емкость 84,2 кВт-часа. На одном заряде электромобиль с такой батареей может проехать уже 605 км. Конечно, есть быстрая зарядка на специальных станциях мощностью до 90 кВт. С ее использованием батарея наберет заряд с 30 до 80% за 35 минут. Еще из приятного у батареи – это система жидкостного охлаждения или нагрева. А это опять-таки значит долговечность для аккумулятора. Все остальные подробности вы узнаете из полного обзора на нашем канале. Прямая ссылка в описании. Премиальный бренд HongTi из концерна FAW или FAF также планирует получить свой кусок пирога от электромобильного рынка Норвегии. В компании утверждают, что несколько десятков кроссоверов EHS-9 уже отправились к берегам этой скандинавской страны. Несмотря на то, что модель класса Luxury от HongTi стоит от 110 тысяч долларов, компании верят, что электромобиль найдет своих покупателей. Ими должны стать те, кто хочет приобрести именно китайский электромобиль класса Luxe, а не то, что уже есть на рынке Норвегии от производителей из Китая. Вспомним, что это электромобиль от X-Pen, NIO и BYD. Также вспомним, что впервые в качестве концепта мы увидели эту модель на автосалоне EAA во Франкфурте два года назад. Вот так тогда выглядел этот концепт. К слову, выставка EAA в этом году переехала в Мюнхен, и о ней каналы Mega Electric и Mega Electric UA делали подробные сюжеты. Впрочем, мы тоже рассказывали о всех китайских брендах, которые в этом году присутствовали в столице федеральной земли Бавария, в Германии. Ссылки на каналы будут в описании к этому видео. Компания Leap Motor начала продажи своей третьей модели – кроссовера Leap C11. Напомним, что его можно было предзаказать уже с 1 января. Но еще в начале года производитель акцентировал внимание на том, что покупатель получит свой электрокар не раньше четвертого квартала этого года. Все так и вышло. У первого кроссовера в линейке Leap Motor есть три комплектации. Первые две имеют задний привод с электромотором мощностью 200 кВт или 272 лошадиных силы. Но на выбор есть батарея емкости 76,6 кВт часа или 90 кВт часов. По циклу NEDC они обеспечат запас хода 480 и 600 км соответственно. С учетом субсидий такие модификации стоят 156 или 180 тысяч юаней, что составляет приблизительно 24 и 28 тысяч долларов. Третья версия – полноприводная. Два электромотора гарантируют 400 кВт или 544 лошадиных силы. У такого автора разгон до сотни займет меньше 5 секунд. Батарея емкостью 90 кВт часов обеспечит запас хода 550 км. Получить все эти характеристики вы сможете за чуть больше, чем 29 тысяч долларов. Но напомним, что это цена с учетом субсидий в Китае. Еще отметим следующее. Компания Leap Motor образовалась в Китае в 2015 году. В ее активе уже есть два серийных электромобиля, которые появились на рынке только в прошлом году, и продажи которых пока что не выделяются рекордными показателями. Если вам понравился один из сегодняшних электрокаров, то со временем вы сможете купить его прямиком из Поднебесной у нас, самого крупного украинского импортера электромобилей из Китая – компании Volt Auto. А пока предлагаем ознакомиться с нашими актуальными предложениями прямо сейчас на канале Volt Auto в мессенджере Telegram. Там мы публикуем посты о новых электромобилях и электрокарах с пробегом, которые сейчас есть в продаже. К каждому авто прилагается короткое описание и фото, а все детали той или иной модели или же процесса покупки вам расскажут наши менеджеры при личной консультации. Прямая ссылка на канал в Телеграме в описании под этим видео. На этом у нас на сегодня все. Зайден! 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 Продолжение следует...